Здравствуйте! Наконец-то пришло время, когда нужно поливать орхидейки. Орхидейки будем поливать методом, мой любимый метод, метод пролива. Нужно сначала посмотреть, готова ли орхидейка к поливу или еще подождать. Для этого мы посмотрим корневую систему. На дне горшка вроде бы есть еще остатки влаги, но корни уже некоторые подсохли. И я считаю, что нужно ее немножко полить. И они не такие зеленые, как после полива. Там много корней, поэтому нужно ее полить. Это сортовая орхидейка. Вот сорт. Какая-то там бабочка, я не помню ее название. Но она очень красивая. Бартыфля или как? Не помню. Если кто-то знает, напишите мне. А вот. Сейчас мы ее полим. Для этого я беру водичку. С фильтра я беру водичку. И беру раствор HB-101. И буквально одну капельку на литр воды я капаю в этот раствор. О, все. Нам больше этот раствор не понадобится. Это стимулятор Рост. Я люблю этот стимулятор. Мне подходит, удается с ним все. Я даже с ним укореняю реанимашки. И они хорошо пускают корешочки. Сейчас я закончу с этой орхидейкой. И вам покажу Рене Машечку, как она начала пускать корни. Смотрите. Теперь я беру эту водичку. И поливаю наш цветочек. Так, с этой стороны польем. Это мешает. С этой стороны польем. И стараемся не полить на серединку. Вот. Смотрите, покуда. Вот горшочек посюда. Водички налила половина. Даже меньше половины. И так она у меня простоит где-то 20 минут. А за это время, пока она будет стоять в водичке, я вам покажу, что произошло с моей реанимашечкой. Вот стоят мои реанимашечки в воде. Один корешочек должен чуть-чуть доставать в водичке. Это не хочет никаких признаков подавать жизни. Даже листья вялые стали. Здесь центр роста был цветонос. И она что-то не жила. А вот одна из реанимашечек, смотрите, она стоит в водичке и начала пускать корни. Сейчас вам покажу. Корешок был такой слабый, плохой. И вот молодой пошел ростик. А вот еще один. Наконец-то она начала оживать. И листик молодой пустила. Так что поверьте мне, этот рост твор HB101 замечательная штука. Пробуйте все, и у вас получится. Вот факт налицо. Два корешочка. Даже три. Три. Раз. Вот два. И вот треть. А у нее была одна ниточка. Вот такие чудеса случаются с этим растворчиком. Я ее погружаю обратно. Пенопласт я поставила для того, чтобы корневая шейка сильно не опускалась в водичку. Вот таким образом. Этот корешочек пьет водичку. Корневая шейка не касает. И у нее прекрасно нарастают корешочки. Перейдем к нашей орхидейке. Итак, будем доставать нашу орхидейку после полива. Посмотрим, что произошло. Посмотрите, какого цвета получились корешочки. Все зеленые, красивые, замечательные. Вот видите, напитались. Я думаю, ей достаточно. Ставим в тарелочку. Этот раствор я не выливаю. Я полью другие гераньки. Там у меня еще есть цветочки. Кашпо пустое. Я опускаю свою орхидейку. И таким модным образом я поливаю свои орхидейки. Я их никогда не купаю. Да, еще хотела вам рассказать одну новость с этой орхидейкой. На первый взгляд она очень хорошо себя чувствует. А на второй взгляд у нас в доме ремонт. И когда там красили, немножко был запах в квартире. И открыли окно. И посмотрите, что произошло. Цветоносы обморозились. Видите? И они стали мягкие. И опадут. Видите, какое плохое... Плохая новость у меня. И с этой стороны тоже. Которые были ближе к окну. Она была повернута. Они все отмерзли. Эти будут свистеть. Вот этот чуть-чуть покрылся чем-то непонятно. Черненький. Значит, вывод. Наши орхидеи ни в коем случае не любят сквозняков. Попадание холодного ветра. Залива в центр роста. Чтобы вода не попадала по листикам. Вот сюда вот. Иначе они этого не выдержат. Перелива они не любят. Если долго держать орхидеи в воде, когда методов полива, погружения, они тоже это не любят. А в основном это неприхотливый, очень прекрасно цветущее растение. Мои растения цветут круглый год. Вот это одна неудача, но я с ней справлюсь. Я открою эти почечки. Вот. Дам им доступ к кислороду. Чешуечку вот эту сниму. И мои орхидеи начнут выпускать новые спящие почки. Корни у нее хорошие. А почечки проснутся. И с ней будет все хорошо. Цитокинин в новой пасту я не буду пользоваться, так как я пользуюсь средством HB101. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok